Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на канале На Пару. Ко мне наконец-то приехал мой брат Даня, и мы с ним сейчас запишем ответы на вопросы. У вас, как всегда, очень много вопросов к нему, наверное, потому что он тоже подросток, и вам очень интересно, где, как, чем вообще он живет. Да, всем привет! Получается, последний ролик со мной был летом, полгода назад. Каждые полгода систематически мы смотрим, как ты растешь и как меняются твои взгляды. Да, кстати, с тех пор я и не стрикся. Многие люди, Даня, хотели скинуть у тебя на стрижку, говорят, что слишком она красивая. Давай сразу им ответь, что тебе нравится такая стрижка. Не, мне моя стрижка нравится, но из-за этого приходится мыть голову каждый день. Мне не в лень, и всегда я мою. Но если я не помою голову, то я даже, не знаю, в школу не пойду. Слушай, а это сейчас какая-то такая мода, я очень многих ребят замечаю вот именно такую стрижку. У Тудротцевых там компаний много, да и вообще на улице. Нет, у меня другая причина, не потому что это модно, а потому что у меня такая форма головы, она квадратная. И, типа, стоит мне очень коротко постричься, я выгляжу уже, как, не знаю, какой-то овал, какое-то яйцо. Ну, максимально убого, да. А, то есть с этой точки свиньи ты делаешь. Так что на самый главный вопрос мы ответили. Но впереди нас еще очень много. И если вам интересно, вы хотите больше роликов с Дани, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, можете подписаться на запрещенную социальную сеть Дани. Он ее опять начинает активно вести. Ну, как активно, пока его сестры фотки будут, да. У тебя же не друзья, что тебя фоткали. Да блин, у меня такие друзья, знаете, что они вне сети. Кстати, пока не забыла, вы помните про наших друзей OneX? У них самые высокие кэфы, пополнение без комиссий и моментальные выплаты. Переходите в закрепленный комментарий, а эта промо дает бонус до 100 долларов. Удачи! Ну что, мы начинаем, Дань. И самый популярный вопрос, за кого ты болел на чемпионате мира? И рад ли ты, что выиграла Аргентина? Ну, в смысле, на протяжении всего чемпионата? Да. Кто был за фаворит? Вообще, я бы хотел, чтобы чемпионат взяла или Бразилия, или Франция. Но видите, как сложилось, взяла Аргентина, как раз в схватке с Францией. Но заслуженно. Ну... Смотрел финал хотя бы? Да, конечно, я смотрел. Наверное, все-таки, да, заслуженно. Но сам матч был прям огненный. Мне нравится, что выиграла Франция. Мне нравится, что он держал напряжение до последней секунды абсолютно. Ну, это логично, что Аргентина выиграла по серии пенальти, потому что у французов они как будто были испуганы. А у Аргентины она прям хотела победить. Сколько они там, 30 лет не выигрывали. И следующий по популярности вопрос. Как ты относишься к тому, что Роналду перешел в Али Нассер под конец карьеры? Многие говорят, что полнейший зашквар, что он просто там опозорился, как такое вообще возможно. Да, огромное количество звезд уходили в другие лиги. Нет, ну это считается, насколько я поняла, что это как будто уже завершение карьеры его. Ну, то есть, уже все, он себя списал. В то же время, как Месси берет чемпионат мира. Ну, так Месси и младше. И как бы Месси больше людей любит. Ты думаешь, что Месси больше людей любит? Вот, допустим, приходит Роналду в коллектив. Я думаю, это не только от Роналду зависит, что там коллектив начинает рушиться, как это было с Ювентусом, например. Мне кажется, он прав, что перешел все-таки в Аль Нассер. 200 миллионов как бы на полу не валяется. Он и так самый богатый футболист. Он себе сейчас обеспечит, получается, мало того, что себе идеальную жизнь. Да, так еще, наверное, своими... Да, 4 поколения вперед будут на его деньгах жить. Не, ну а в плане именно его карьеры, что это как будто уже все завершение. Ему 37 лет. Хорошо ли Даня учится? И какой у него любимый предмет? Учусь я хорошо. Получается, первую половину, первый семестр. 11 класс я закончил на все пятерки. Только одна четверка по физике. Но моя классуха договорилась с учителем физики. А, и тебя исправили? Да, потому что я как бы потенциальный золотой медалист. И поэтому у меня все пятерки. Сейчас ты пофлексил немножко. Да, а сдаю я ЭГЭ в конце года. Сдаю я химию и биологию. И мой любимый предмет биологии. Ну, химия тоже хорошая, но она мне намного сложнее дается, чем биология. Иксбокс не пылится на полке? В какие игры ты сейчас играешь? В какую игру хотел бы больше всего на нем поиграть? Нет, в Иксбоксе играю. Играю я активно. И играю я, знаете, так, расслабиться. Я не прям такой заядлый геймер, что я там каждый месяц покупаю новые игры. У меня есть подписка Game Pass Ultimate. Я иногда там скачиваю игры из него. Но в основном сейчас я играю или в Overwatch, или Battlefield 2042 последний. Но он мне не очень нравится. Просто такая игра, чтобы убить время. Самое любимое, яркое и веселое детское воспоминание. Ты вообще хорошо помнишь свое детство? У меня очень много детских воспоминаний. С того, как помнишь себя? Лет, наверное, с пяти, с шести. Блин, у меня их миллион. Ну, прям, что-то такое душевное нет. Ну, я просто сейчас не хочу вспоминать. Первое, что приходит в голову из детства. Блин, у бабушки, у нашей, в селе. Вот напротив школы жила баба. Да. Звали ее Тамара. Считали ее ведьмой. Митические истории вошли в чат. И мы, конечно, ходили ее там дергать. Помню, собрались и начали обстреливать ее камнями. И один парень постарше пробил ей шифер. Крышу ей пробил. Да, да. Очень хорошие детские яркие воспоминания. Это прям... Зато искреннее. Но ты вообще считаешь, что счастливое было детство? Да. Я прям доволен своим детством. Нет такого, что ты думаешь, что будешь будущим главным пациентом, психологом. Говорит, вот в моем детстве все проблемы с него. Нет, наверное, я могу сказать худшее воспоминание детства. О, давай. Короче, у меня была днюха. И тебе не подарили, на что ты не хотел? Нет, я бы, короче, пригласил людей, которых, в принципе, не должен был звать. В смысле, что они меня позвали на днюху. А, ты в ответ. И моя мама посчитала, что я их должен позвать. И как бы было... Это первое, что было. Не ловко, но это плевать. Там как-то можно было еще устроить. Короче, пошли мы в боулинг. Мама. Хоть захотела вызвать... Захотела вызвать аниматора. И, короче, все ждали, пока этот аниматор приедет, устроит праздник. А он попал в аварию. Кстати, мы поиграли в этот боулинг со слезами на глазах и разошлись. Сколько боли в твоих словах. Вопрос. Наблюдаешь за медиафутболом, если да, то за какую команду болеешь? За медиафутболом я не слежу. Я максимум, что делаю, так это смотрю, допустим, ролики Тудроц со сборов. Ага. Как они там живут. Типа более влоговое такое, что тебе нравится. За самим медиафутболом не слежу. Ну, все. Даня, если бы не нынешние обстоятельства, какую страну ты бы хотел посетить и почему? Ну, блин, наверное, если бы не нынешние обстоятельства, я бы посетил, ну, США. К Америкосам ходишь? Ну, США это как бы отдельный мир, считайте. Да, да. Ну, кардинально отличается там вот от Европы, от России. Поэтому, да. Не, я не как-то там жестко таблю за США. Просто интересно. Да, надо оправдываться. Ты можешь посетить любую страну, какую ты хочешь. Сталкивался ли ты с буллинга в школе? Прямо с конкретным буллингом, наверное, нет. Чтобы меня весь кластер вилл. А отдельные личности? Конечно. Ну, ты как к этому относишься? Это естественный процесс у всех бывает или тебя сильно задевает? Это естественный процесс. Тебе травму не создает это? Психологу надо? Это просто стычки. Не, конечно, были ситуации, когда прям до слез обидно. Но это не в школе, это на улице. Ага. Короче, эээ... За волосы чмели? Нет, это прям очень обидная фигня. Шел я, короче, с футбольной секцией с двумя друзьями. Такие, я никого не хочу обидеть, но из этой компании они как бы, знаете, такие заучки, такие самые-самые простые. Ну, я такой более стихийный. Идет нам навстречу три парня. И вот они хотят прям докопаться. И я понимаю, что, блин, один на один еще ладно, мы бы как-то договорились там, я не знаю, но... А ты из тех, кто бы помахался бы с кем-то? Ну, наверное, да. Ага. Так, и что было дальше? Ну, кстати, ну меня попустили три чувака. Они меня там за рюкзак дергали и оскорбляли. А эти стоят, они глазами хлопают, ничего мне не говорят. Нет, там один, конечно, сказал... Не надо. Мне сказал, типа, сколько лет? Ему говорят, заткнись. И он в сторонку отошел и все. Вот это тоже было очень неприятно. А теперь вопрос от этого же человека вообще в другую категорию. Какая твоя любимая пара кроссовок? Из моего гардероба или... Ну, вообще, можешь назвать, можешь своего, можешь там просто тебе нравится, а не мечтаешь. Вообще, мне очень нравятся шоксы. Я бы хотел их себе купить, конечно, но, как я знаю, они быстро разваливаются. Что там два месяца отходишь и начинает отклеиваться подошва. Поэтому я взял себе Nike Air Max TN Plus. Потому что они стильные, они красивые, они очень удобные. Ну, будем надеяться, что они не развалятся через два месяца. И еще, наверное, я бы себе взял какие-то четверки, четвертый Джордан. Мечтал ли ты раньше стать профессиональным футболистом? Конечно, когда ходил на секцию, всегда хотел. Какая твоя любимая марка автомобиля? Ох, скажу, если бы я был таким, знаете, мужичком, у меня бы уже была там работа серьезная, дети, семья, то я бы предпочел, наверное, машину марки Volvo. Потому что я знаю, что... Ах, как же, это Бэха! Не, ну, подожди. Ну, если, знаете, там, холостяк, одиночка, то я предпочел какую-то машину покруче. И, наверное, взял бы себе какой-то Audi. Вот и сей, и троицы BMW, и Mercedes Audi, мне больше всего нравится Audi. Какой у тебя рост? Честно, не мерю, но примерно метр семьдесят два, семьдесят три. Какой рост бы ты хотел? Ну, метр восемьдесят восемьдесят пять. Потому что у меня все в семье такие там... Алина особенно. Да, дед, папа, дядя, все такие. Что тебя подтолкнуло на увлечение модой? У меня был друг, который активно этим увлекался. И он тебя посадил? Ну, да. Какая, по твоему мнению, лучшая столица моды? Париж, Милан, Нью-Йорк или Лондон? Краснодар, я думаю. Я не знаю. Наверное, он еще настолько увлекается модой. Я скажу Париж, потому что я только в Париже из этих городов и был. Хотел бы создать свой бренд одежды? Да, хотел бы. Ну, значит, не этот убогий русский стритвир. И там берут из Пинтереста какую-то фотку, приклеивают на футболку. Это жесткий дизайн. Да-да-да. Я бы хотел что-то... Разработка. Что-то такое прям профессиональное, супертехнологичное, футуристичное. Вот такое. С эрефилом. Рефлективом там. С рефлективом. Да. А какой стиль в одежде предпочитаешь? Вообще у меня два стиля. Первый, знаете, такой casual, самый обычный. Там, допустим, в школу выйти погулять с девушкой. Какое-то официальное мероприятие. И такой, знаете, с парнями куда-то выйти погулять. Такой более спортик. Блотняцкий. Серьезный, да. Кого ты считаешь лучшей моделью? И на кого бы ты хотел равняться? Из создателей брендов одежды. Знаешь, какие-то модели хотя бы? Модели Ирины Шейк. Потому что она была страна оба. Хорошо, лучшая модель это Ирина Шейк, а дизайнер Мейса Маржела. Маржела. Я изусмотрела. Потому что так говорит этот Рогов. Ты желал ли тебе учиться после 9-11 класса? Ну, я думаю, вот эти вот три года последние. 9-й был сложный, потому что там было ОГЭ. Я думаю, это вообще крах. Я думаю, не сдам и все. Теперь думаешь, что ты не крах, не сдашь Ирина Шейк. Классика. 10-й класс был. Ну, вообще, я его не заметил. Ну, мне бы даже плевать было. Там никто никогда ничего не делает. Я фигней занимался. А вот 11-й, у меня сходится ощущение, что первую половину года я тоже куда-то всрал. А я как-то все ближе и ближе. Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот. Ну, да, все. А вторая половина у меня жесткая подготовка. 11-й будет сложным. И для вас тоже. Какие игры ты играешь на телефоне? Короче, есть игра, аналог Клэш Рояля. Блин, мне на самом деле так нравится отвечать на эти вопросы. Хотя многие думают, что мы Даню держим в заложниках, но он сам даже предлагает это снимать. Какой самый дорогой подарок ты подарил своей девушке? Ну, слушайте, так как я еще школьник. Наверное, больше всего я потратился на ее день рождения. Я там купил цветы, красивые руки сейчас тоже дорого. Да, и пакет дорого стоит. И купил три хорошие футболки. Там была стусь и еще что-то, я не помню. Как относишься к стилю дрилл? Я не знаю, что это. Напрямую. Не, на самом деле. Это же такое. Давай, для своей сестры древние, расскажи. Это такой спортивный стиль, когда у тебя все закрыто, ты желательно весь в найке. Ага. И его предпочитают... Я поняла, найк очень котируется. Да, да, и у них там есть специфические модели тех же кроссовок, которые у меня есть. Она считается как дрилл обувь. Как я к нему отношусь, он мне нравится. Но, когда я был в Париже, скажу вам так, что там все так одеваются. Сказать, люди, ну не из гетто, ну в общем, чернокожие население так одевается. Честно, немного вызывает отвращение, потому что один из таких типов хотел мою маму вырвать. Да, начало хорошее. Слушай, Даня, мне костюма моды максимально раскрыта в этом ролике. Дань, брат, как ты смог найти себя? Просто для меня это очень тяжело. Не знаю, в какую сферу идти, хобби нету. Я тут не советую. Ну, как найти? Вот как ты понял, что хочешь стать врачом? Помимо того, что у тебя мама с рождения в животе говорила, ты будешь врачом? Мама в первом классе купила мне костюм этого доктора Айболита. Так я и стал врачом. А что делать брату? Это базовая, наверное, патиза часть сначала. Ну, если ни к чему такому не клонят, наверное, идти в какой-то или экономический, или... Юридический. Юридический, а там уже будет понятно. Не планируешь поступать в другую страну? Я хочу поступать в другую страну. В какую? В Австрию, а конкретно в Вену. В Ару? Не то слово. Ну, я хочу поступать именно в Австрию, в Вену, потому что я там был уже два раза. И это прям идеальный город для меня. Ну, вообще Австрия такая очень неуютная, очень такая милая, все ухоженная, такая симпатичная. Но ты не боишься, что языковые барьеры, тем более учиться в высшее образование, и ты в медицинский хочешь поступать за границей? Ты не думаешь, что будет очень сложно? Что-то здесь было бы сложно, а там в твоей не сложно. Ну, скажи, а где сейчас легко? Золотые слова. Где сейчас легко учиться? Видим ситуацию с Никоглаем? Я считаю, что это полный абсурд. Да. Потому что, во-первых, этот ролик ни в коем случае не дискредитирует армию. Во-вторых, это Никоглай, и это просто такой тиктоки. Потому что это же на самом деле ролик, наоборот, в поддержку. Если смотреть на слова этой песни, они как бы восхваляют этого солдата, они наоборот его принижают. Поэтому абсолютно неправильно. Как ты считаешь, это хорошо, что Алина намного старше тебя? Или лучше, чтобы вы были одного возраста? Лучше, когда у тебя есть старшая сестра или старший брат. Потому что они дают деньги. Потому что, если один возраст, то там может быть и соперничество, и споры, и так далее. Если он младше, мне кажется, там вообще капец. Да, не нормально. Не, ну типа, вот у нас с ней 12 лет разница, это большая разница. И поэтому проблем нет. Но если бы она была там года 3, тогда было, да. Да, поэтому мы особо и не ругались, там не дрались, ничего не делили, потому что уже слишком большая разница. Тем более мы разнополовые, у нас как бы нет какого-то там одного. Откуда берешь деньги на погулять и красивые вещи? На погулять мне нравится. Бесплатно можно гулять вообще-то. У меня есть подработка. Я перепродаю вещи. Я спекулянт. Я обманываю людей. Вот. Ну, конечно, родители дают, но а как еще? Кому не дают? Ну, в основном, если я покупаю себе одежду, я стараюсь ее покупать именно за работу на день. Потому что я довольно часто ее покупаю. Ну, Даня, вообще такая тема, он покупает, походит в неделю, перепродает по кругу. Мама такая, опять что новое притащила. Даня, как уговорить родителей на длинную прическу? Моей маме на самом деле плевать на мою стрижку. Она ее особо не касается. Не, ну есть такие, знаешь, типа, что ты как неухоженный ходишь, как домовена, на голове какое-то гнездо. Не, я понимаю, если родители были против, если у тебя там яркая какая-то, розовая или синяя прическа. Но многие считают, что длинные волосы у мужчины это не очень мужественно. Смотря какие, как у меня, да, это не мужественно. Да. Потому что я выгляжу, как какая-то девочка. Знаете, сколько историй, как меня путают с девочкой? Да, Даня говорит, что на кассе к ним обращается в женском роде. Девушка, проходите, девушка, сфоткайте меня. Все потому, что он очень красивый, я думаю. Блин, вот реально, недавно ездил в метро. Уступили местные? Мужик, что-то сделал мне комплимент, типа, ай, девушка, какая ты красивая. Серьезно? Я не могу, меня это так выбесило, я говорю, мужик, я пацан. Но обухащего, но все равно. Сколько тебе нужно денег в месяц? Я живу с мамой. На полном обеспечении. Я не покупаю себе еду, не оплачиваю коммуналку, поэтому... Не, ну твои расходы вы чисто. Если тебе додавали какую-то сумму, вот сколько тебе для счастья надо. На шмотки, все, и на погулять. Вот сейчас просто. Да. Блин, ну я сейчас скажу сумму, скажу, что я зажрался. Ну, Дань, подожди, все же по-разному живут. Тем более, такие классные кроссовки покупаешь. 50, хватит тебе? Короче, давайте 50, посерединке, все. А, это была соска, я поняла. Как и с кем ты отпраздновал Новый год? Новый год я отпраздновал с мамой, сидя за столом, ужинаю. Раскрой правду. Ты общаешься с Максимом, потому что он ютюбер? Ну да. У него же нет, наверное, никакой там жены, которая была вне... Не, не, вы чё? Конечно, что он же фифер, идей. Только потому, что он ютюбер, идей. Только потому, что он фифер. Только потому, что он фифер. Здарова, Даня. Имею три вопроса. Хотелось бы жить на необитаемом острове, своим огородиком, жить одному и просто чилить? Вообще нет. Ты вообще как бы любишь компанию людей? Любишь находиться где-то в скоплении народа? Да, но моя мама, она всегда грезит каком-то маленьком домике. Да, да, это мамина история чисто. А я такой вообще, ну, я такой не переживу. Ты человек города. Мне надо жить в каком-то мегаполисе, где всегда идёт бурная жизнь, много людей. Есть куда сходить, что купить, попасть с новыми кроссовками. Может, когда мне уже тоже будет под 50, я захочу себе домик, но не сейчас. Есть любимые музыкальные инструменты, на котором бы хотелось играть? Наверное, да. Да, хотелось бы мне играть и на пианино, и на скрипке. Всё это я хотел. Мне очень на пианино хотелось бы играть. Но я играю на аккордеоне. Да, блин, прикиньте, в самом начале, в первом-втором классе, мама тоже хотела, чтобы я играл на пианино. Я сам хотел. Но меня с ней было, и меня взяли на аккордеон. И вот с тех пор все мои мечты о какой-то красивой музыке были разбиты. Вкусная точка, в скобках, Макдак, вдруг ты не знаешь. Или Бургер Кинг, или KFC. Куда ты чаще всего ходишь? Наверное, чаще всего я хожу в Макдональдс. В Бургер Кинг я не хожу, потому что там дорого. И мне кажется, что вся эта атмосфера вокруг Бургер Кинга, это как будто, знаете, реальная хрючевая, чтобы нажираться. У меня просто такие, наверное, стереотипы. KFC примерно то же самое, но там вкусно. И точка. Но я знаю, что там якобы добав... Ну, наверное, это везде добавляет антибиотики в курицу, чтобы она не дохла быстро. Да, я захожу в KFC, но чаще всего вкусно и точка. Здесь еще есть вопрос к Максиму, его нет, но я отвечу за него, так как я его жена. Как из конфликтного фифера, на которого каждый ленивый не записывал разоблачение, стал самым, не побоюсь этого слова, знаменитым фифером, просмотры которого не упали, по сравнению с другими фиферами. Слишком много фиферов было здесь. А я даже могу отойти. Давай, вот как ты считаешь, почему? Максима многие критиковали в самом начале, делали на него визы, разоблачения и так далее. А все это потому, что вот я сейчас у него в гостях, и заметно, что Максим очень работоспособный. Он любит работать. И тогда он очень быстро набирал аудиторию. А всем остальным фиферам, которые сидят на жопе ровно, один ролик раз в две недели выкладывают, у них аудитория не растет, конечно, было завидно. И если даже Даня со стороны замечает, почему так, что он реально очень много работает, каждый день, даже на празднике, он вместо того, чтобы пойти бухать с друзьями, он работает. И получается так происходит по сей день, и поэтому он считается самым лучшим. И поэтому просмотры такие большие. Да. Ну, Даня, последнее несколько вопросов к тебе. Тебя не гнобили в школе как Алину, Алина, сразу извини, извиняю, на тему политики? Да блин, слушайте, приколы на уровне хо-хо-хо-хо, да. И там, может, меня еще один раз кикнули из группы класса с подписью «Россия вперед». Все. Но ты обижаешь на эту тему? Нет. Если не получится стать врачом, то кем бы ты захочешь стать? Ты рассматриваешь вообще какой-то второй вариант, какой-то плацдарм запасной? Дворником? Вообще, так как я буду долго учиться в медвузе, у меня будет много времени, чтобы найти какую-то вторую нишу. Я думаю, со временем я ее найду. Если что, буду также заниматься одеждой просто в больших объемах. Хочешь ли ты дальше быть со своей девушкой? И сколько хочешь именно от нее детей? Если вообще хочешь. Я думаю, на этой прекрасной точке мы можем и закончить. Давайте, я отвечу. С девушкой я хочу быть столько времени, сколько это возможно. Вообще, странный вопрос, что ответишь «Еще два дня и четыре часа». Ну да, в смысле, что не будет никаких ссор, пока все будет идти хорошо, до тех пор я хочу с ней быть. А что касается детей, я бы хотел, наверное, три. Ничего себе. Три, да. Ничего себе. Молодец. И знаете, как я хотел бы? Одна девочка и два мальчика. Даже так? У тебя уже схема есть? Да, и два старших. Братья. Надеюсь, Даня, что у тебя все получится, будут у тебя дети, и ты поступишь туда, куда ты хочешь. Надеюсь, вам понравился такой ролик, вам было интересно. Спасибо Дане, что он поучаствовал и честно отвечал на вопросы. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписывайтесь на канал, ну и оставайтесь с нами на пару веселей. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok